Поэтому не нужно себя здесь обманывать о том, что якобы ты там развиваешь себе какие-то ментальные, интеллектуальные способности. И вся мотивация строится именно на страхе и манипуляции о том, что если ты не получишь образование, значит, ты подохнешь с голоду, у тебя не будет хорошей работы, ты никому не будешь нужным, у тебя не будет никакого статуса, призвания, признания, точнее даже. И поэтому тебе нужно, чтобы тебе вот быть признанным, чтобы тебя уважали, ценили, чтобы ты был нужным наконец-таки, чтобы тебя одобряли, тебе нужно пойти и получать вот это вот высшее образование обязательно, иначе как бы как еще, как ты сможешь вообще выжить в этом мире. И получается вот так и работает мотивация от людей. Они начинают в попытке избежать вот этого вот непризнания, в попытке, чтобы не подохнуть с голоду, отучиться лишь бы на кого-то, получить лишь бы какое-то образование ради корочки, и потом начинают искать просто на основе где бы поудобнее, получше, побольше зарабатывать, потеплее местечка, покомфортнее, и туда устраиваются. Ты становишься тем самым, попадаешь на крючок этого рабства, становишься такой марионеточкой, которой легко управлять. Найди хорошую работу, получай много денег, возьми кредитную машину, возьми ипотеку, будь как все, постоянно покупай что-то новенькое, чтобы на тебя смотрели, чтобы тебя одобряли, чтобы тебе завидовали. Обязательно возьми тачку в кредит, обязательно новую, обязательно крутую, чтобы действительно соответствовать, чтобы статусно, чтобы тратить по три часа каждый день в пробках на работу или с работы, и даже еще больше люди тратят. Это нормально, это здорово, так все, понимаешь, так же все живут, ну что ты хотел? Ну так, да, такая жизнь, что еще поделать? Ну вот такая жизнь, нормально все. Все это фигня, все это лишь людей загоняет еще больше. Кто был со мной, кого я знал, кто вот из моих одногруппников, они работают не по своей специальности. То есть почти никто не пошел работать по специальности, по которой они учились. И многие из них даже и не пытались. То есть люди просто отучились, получили эту корочку, успокоились и дальше уже пошли кто куда, к чему, так скажем, душа лежит или где были какие-то возможности, кому куда хотелось, кто где хотел себя попробовать, где хотел себя реализовать и у кого что получается. То есть совершенно по разным другим критериям, независимо от своего полученного образования. Я также устраивался на огромное количество разных работ, пробовал себя в разных сферах, проходил множество разных собеседований и практически нигде меня не спрашивали показать мой диплом. Я, конечно, указывал в своем резюме, что у меня есть высшее образование, но когда реально я устраивался на работу, почти нигде меня не спрашивали прям принесите свой диплом и посмотрим на него. Иногда, если это касалось работы в какой-то госструктуре, в каком-то бюджетном учреждении, там нужно было принести диплом о высшем образовании. Но это нужно было просто, чтобы его отсканировать и положить в мое дело, в отделе кадров. И нигде особо там не вникали, что у тебя за даже институт был какой-то, какие у тебя там были оценки, какие у тебя были предметы. То есть в это вообще никто нигде не вникал. Один раз только где-то на работе, тоже в каком-то серьезном учреждении научном, там действительно посмотрели, какие я изучал предметы, какие у меня были оценки. В основном это никому особо не нужно и не интересно. Если ты связываешь эти оценки с тем, как тебя будут оценивать какой-то человек, какой-то хороший будешь сотрудник, нифига подобного. Оценивать тебя будут по тому, какой ты человек, как личность. Насколько ты умеешь выстраивать отношения с людьми, насколько ты умеешь быть работоспособным, выносливым, выполнять задачи. Насколько ты способен быть дисциплинирован, насколько ты способен в принципе соответствовать той должности, тем компетенциям, которые от тебя нужны. Какие у тебя в принципе реальные компетенции, которые применимы в жизни, чтобы ты смог приносить реальную пользу. Необходимую реальную пользу, которая удовлетворяет определенные потребности. Именно вот это необходимо. Потому что с точки зрения любого руководителя, ему необходимо, чтобы тот или иной сотрудник, работник, которого он ищет и хочет взять на работу, выполнял определенную работу. Это означает, что выполнял определенные обязанности, делал определенные задачи, причем делал их желательно качественно, в срок, чтобы не косячил, чтобы он был грамотным, трудолюбивым, дисциплинированным. Здесь среди перечисленного мной нету, чтобы у тебя прям было обязательно высшее образование. Да, высшее образование, разумеется, тебе дает определенный оттенок образованности и уровня твоей развитости, что ли. Это как бы такой входной билетик, можно сказать, в мир интеллигенции, в мир каких-то более или менее адекватных, образованных, нормальных людей. Дальше уже на тебя будут смотреть, какую ты пользу можешь приносить вообще в принципе в этот мир, что ты реально можешь делать. Причем лучше для всех и для тебя в первую очередь, чтобы ты действительно любил это делать, чтобы ты действительно выполнял свое призвание, работал по призванию, занимался любимым делом. Не просто так приходил бы, уходил от звонка до звонка ради зарплаты. Обладаешь определенной уникальностью. Ты чем-то отличаешься от других специалистов в этой области. У тебя есть свои особенности в этой сфере деятельности. Вот это как раз таки и ценится. Плюс ты, если еще и адекватный как человек, культурный, воспитанный, дисциплинированный, вежливый, то тебе цены не будет. Другой вопрос о том, что, конечно, у нас мир такой, что вокруг социум контролируется такими структурами, которым, конечно, все равно, даже если ты хороший и грамотный, все равно бывают люди такие выброшенные на обочину жизни. Потому что социум – это такая жесткая паразитная структура. И даже если ты хороший, то все равно этого бывает недостаточно. Зачастую надо быть реально очень таким еще и жестким, и волевым, где-то наглым, где-то эгоистичным. Где-то уметь противостоять каким-то нехорошим людям, нехорошим трудным обстоятельствам, когда тебя хотят задавить, раздавить, как на тебя повлиять, очернить, может быть.